Блин, пацаны, сейчас зашел в магаз и просто охренел. Решил себе взять баночку энергетика 130 рублей. 130 рублей это со скидкой. Это что за цены-то? Погоди, в смысле 130? Я за 150 с утра покупал. 150? Это что за разлет цен-то такой? По-любому себестоимость этого напитка рублей 30. Вот давайте сейчас ходим в магазин, купим самые популярные товары и узнаем какая реальная цена. Без вот этой вот наценки. А что? А давай. Ребята, всем привет. Сегодня у нас очень-очень и очень интересный эксперимент. Сегодня мы с вами узнаем, сколько стоят продукты без наценки. То есть какая реальная себестоимость. Вот вы когда-нибудь задумывались, вот сколько стоит сделать пачку чипсов? Без всяких вот этих вот перекупов, без всякой рекламы, без всякой вот этой ерунды. Какая реальная стоимость? Сегодня мы с вами это и узнаем. Мы купили самые популярные товары, с которыми каждый из вас встречается повседневно. Из фастфуда мы взяли пиццу, гамбургер, шаурму, а также товары в заводской упаковке. Такие как скиттлс, ммдэмс, чипсы, печенье орео, редгул, киндер, дирол, чупа-чупс и кока-кола. Ребят, скажу сразу, что узнать себе стоимость товара очень тяжело, потому что многие производители засекречивают эту информацию. Но кое-что все-таки мы нашли. Первое, что мы с вами определим, это гамбургер. Гамбургер стоимостью в 50 рублей из Макдональдса. Узнать себе стоимость гамбургера невозможно, мы не нашли такой информации, но мы пойдем немножко другим путем. Каждый из ингредиентов мы хотим взвесить отдельно, чтобы потом узнать его стоимость. При изготовлении гамбургера используется булочка, два вида соуса, это кетчуп и горчица, котлета из говядины, лук, а также огурчик. Первое, что мы с вами взвесим, это огурчик. 1,81 грамма. Котлета из говядины 33,46 грамма. Вес лука без учета стаканчика 6,22 грамма. Нам осталось определить два последних ингредиента, это булочка и соус. Но соус уже мы никак не определим, потому что он впитался. А стоимость булочки, по данным из интернета, составляет 10 рублей. В принципе, мне кажется, что это правда. По итогу, ребят, мы получаем, что котлета стоит 12 рублей 61 копейку. Булочка стоит 10 рублей, по данным из интернета. Огурец стоит 34 копейки, а лук стоит 9 копеек. Также мы не сказали про соус, но посчитать его будет невозможно, поэтому мы взяли очень грубую цифру в 1 рубль. Ребят, вот вы сейчас по-любому скажете, Андрюх, с чего ты взял, где ты взял такие цифры, вообще что это такое? Дело в том, что мы нашли оптовые цены на все эти продукты. Почему оптовые? Потому что производителям закупаться так дешевле, все так делают. 1 килограмм говяжьего фарша для бургеров стоит 290 рублей. Булочка стоит 10 рублей, по данным из интернета. Огурец стоит 187 рублей за килограмм, это соленые огурцы. А лук стоит 15 рублей за килограмм. И в итоге мы получаем, что гамбургер стоит 24 рубля и 4 копейки. 24 рубля, вы представляете? А продают его за 50. Я не осуждаю Макдональдс, это все экономика, это все бизнес, это все понятно. Но мне кажется, что вы удивлены. Потому что я очень сильно удивился. И что-то мне подсказывает, что цены там намного меньше. Потому что, скорее всего, у них есть свои какие-то поставщики. Цены у них намного меньше, чем я посчитал. Но если вы задумаете все делать самому, то один бургер вам обойдется в 24 рубля. Перед вами три продукта. Чипсы Лейс, жвачка Диролл и Чупа Чупс. Каждый из этих товаров мы купили отдельно в магазине. Чипсы Лейс нам обошлись в 99 рублей 90 копеек. Это 150-граммовая пачка. Жвачка обошлась нам в 19 рублей и 70 копеек. Она шла по скидке. Ну, а Чупа Чупс обошелся в 10 рублей и 10 копеек. Вот сейчас поставьте на паузу и напишите, как вы думаете, какая реальная цена у этих продуктов. Прям очень интересно, сможете ли вы отгадать или нет. Ну, а пока вы, ребят, в комментариях пытаетесь отгадать реальную цену этих продуктов, у меня есть для вас очень важная информация касаемо моего конкурса. Дело в том, что я провожу розыгрыш. Розыгрыш ценных призов. За первое место вы можете получить PlayStation 4. За второе место — AirPods. И за третье место — трехосевой стабилизатор. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на канал. Прямо сейчас спуститесь вниз и нажмите на красную кнопочку «Подписаться». А также поставьте лайк под этим видеороликом. И в комментариях напишите «Я участвую» и ссылочку на свою соцсеть. А также вам нужно обязательно подписаться на мой Инстаграм. Ссылочка на него в описании. Потому что именно в Инстаграме пройдет прямая трансляция по розыгрышу этих призов. Если вы живете в Новосибирске, я лично с вами встречусь и вручу вам этот приз. Если вы живете в другом городе, то не стоит расстраиваться. Я все отправлю по почте. Неважно, где вы живете, я все отправлю. Подписывайтесь на канал, ребят, и ставьте лайк. Ну, давайте вернемся к нашему эксперименту. Ну что, ребят, сейчас мы узнаем, отгадали вы или нет. Упаковка чипсов, по информации из интернета, стоит 40 рублей. Вы представляете? 40 рублей вместо 100 рублей. По-моему, это жестко. Жвачка стоит всего 10 рублей. Вместо 20 рублей по скидке. 10 рублей. Это круто. И вы, ребят, не поверите, но чупа-чуп стоит всего 2 рубля. Вместо 10. Вы представляете? 2 рубля. У меня такое ощущение, как будто я вернулся в 2005, 2006, 2007 год. Когда все стоило очень дешево. Когда ты мог взять 10 рублей бумажной купюрой, зайти в магазин, купить себе чипсов, лимонады у тебя еще на конфеты хватало. Ну неправда, на самом деле. Что я так покупал? За 10 дней. Да ты в каком веке-то жил? Нормально. У меня все хватало. Я в 20. 6 рублей лимонад. Подожди. Нет, нет, нет. 4 рубля, по-моему, эти чипсы стоили. Что? Какие 4 рубля чипсы? 5 рублей лимонад. Ты кого? Какие 4 рубля чипсы это? Какой год был? 2876? Что? Короче, ребят, мы сошлись на том, что если бы у вас было бы 20 рублей в 2007 году, вы смогли бы купить и лимонад, и чипсы, и конфеты. А то мы чуть не подрались уже из-за этого. Но если вернуться к нашим товарам, то я думаю, что цена, наверное, еще в половину меньше. Потому что у меня есть один достоверный источник, который мне предоставил такую информацию, что сникерс 50-граммовый стоит 3 рубля по себестоимости. Следующее, что мы с вами проверим, это шаурма. Эта шаурма обошлась нам в 195 рублей. Чтобы узнать себестоимость, нужно действовать по той же схеме, что и с бургером. Разложить все на ингредиенты. Ребят, сейчас я вам покажу то, что вы вряд ли где видели. Состав шаурмы по отдельности. Обнуляем стакан. После чего засыпаем огурцы. Вес огурца составляет 14,32 грамма. Вес капусты составляет 23,9 грамма. Картофель фри весит 17,68 грамма. Помидор весит 19,6 грамма. Сыр весит 16,16 грамма. Мясо весит 132,43 грамма. Ну и напоследок у нас остался лаваш. Взвешивать его бессмысленно, потому что на одну шаурму используется один лист лаваша. Себестоимость огурцов в шаурме составляет 21 копейку. Капуста стоит 12 копеек. Картофель фри 1 рубль 40 копеек. Помидоры стоят 40 копеек. Сыр 3 рубля 20 копеек. Мясо стоит 15 рублей 90 копеек. Ну а лаваш стоит 7 рублей за одну штуку. По итогу, ребят, мы с вами получаем, что себестоимость шаурмы составляет 29 рублей 23 копейки. Мы еще взяли в учет 1 рубль как соус. Мы не знаем, сколько точно его там было, но это грубый подсчет максимально. Но 29 рублей 23 копейки, вы представляете? Мы купили эту шаурму за 195 рублей. Мы просто в шоке сейчас все стоим. Слов просто нету. Как же получился этот подсчет? Если кто не понял, откуда эта цена, мы нашли оптовые цены на все эти продукты. Филе грудки стоит 125 рублей за 1 килограмм. Помидоры стоят 15 рублей за килограмм. Картофель фри обошелся в 70 рублей за килограмм. Огурцы стоят 15 рублей за килограмм. Сыр обойдется в 200 рублей за килограмм. Капуста стоит 5 рублей за килограмм. Ну и стоимость лаваша составляет 7 рублей. Плюс 1 рубль это соус. Если кто не знал, как мы считали, это нужно взять сумму за килограмм и умножить на количество грамм. Вот и получите правильный ответ. Переходим к следующему. Следующие товары это Red Bull, MM Dems и Skittles. Red Bull нам обошелся за 473 миллилитра в 137 рублей 90 копеек. MM Dems обошелся в 36 рублей 30 копеек, а Skittles в 31 рубль 50 копеек. А что если я вам скажу, что мы нашли тот же объем Red Bull, но за 78 рублей. MM Dems за 26 рублей. А Skittles за 20 рублей. По-моему это впечатляет. Но себестоимость намного меньше, потому что производитель всегда включает в стоимость затраты на рекламу, на транспортировку и многое-многое другое. Отсюда такая и цена. Давайте перейдем теперь к пицце. Продолжение следует... Вес колбасы составляет 68,84 грамма. Сыр весит 128,55 грамма. Вес помидоров составляет 33,91 грамма. По итогу, ребят, колбаса пепперони стоит 37 рублей 60 копеек. Сыр моцарелла стоит 46 рублей 27 копеек. Помидоры стоят 50 копеек. А стоимость основы для пиццы составляет примерно 13 рублей. Плюс ко всему, ребят, в пиццу были добавлены некие приправы, это примерно 1 рубль. И, конечно же, соус. Это еще 3 рубля. Итого, финальная стоимость нашей пиццы составляет 101 рубль 37 копеек. А купили мы ее за 406. Хорошо-то как! Цена в 4 раза выше. Но! Мы, конечно, понимаем, что были затрачены силы, там, зарплаты работников и так далее. Это все понятно. Но реальная цена этой пиццы вот такая вот. Давайте перейдем дальше. И у нас остались последние продукты, такие как Орео, Кока-Кола и Киндер Сюрприз. Киндер Сюрприз мы купили за 69 рублей 60 копеек. Кока-Кола обошлась нам в 65 рублей. Ну, а печенье Орео 43 рубля 40 копеек. Как ни странно, ребят, цены на эти продукты было найти сложнее всего. Вот возьмем, например, Киндер. Мы облазили весь интернет, но найти цену на Киндер очень тяжело. Тем более, те цены, которые мы нашли, они были слишком завышены, как нам показалось. Потому что мы с ребятами ходили в оптовый магазин Метро и видели такие Киндеры по 22 рубля. Мне кажется, это максимально приближенная цена к себестоимости вообще. Такой конфеты или что это? Такой шоколадки. Что это такое? Как это назвать вообще? Это что? На тот момент у Киндеров истекал срок годности. Я думаю, что у компании был вариант не то, чтобы заработать с этого, а хотя бы просто выйти в ноль. Поэтому 22 рубля, мне кажется, это максимально приближенная цена. И реальная. Хотя вот кто его знает, может там вообще рублей 5 такая штука стоит. Кока-Колу мы нашли за 39 рублей 60 копеек. Хорошая цена, но все же склоняюсь к тому, что реальная стоимость где-то в половину меньше. А печенье Орео стоит 31 рубль 38 копеек. Ребят, в очередной раз хочу вам сказать, что мы все это понимаем. Мы понимаем, для чего повышается цена. Зарплаты, энергопотребление, транспортировка. Все это включается в стоимость. Реклама та же. Все цены, которые мы озвучили, мы взяли из интернета. Посчитали мы сами лишь бургер, шаурму и пиццу. И я думаю, вы поняли ход наших мыслей, то, как мы считали. Я думаю, что те цифры, которые у нас получились, они максимально правдивые, максимально истинные. И давайте так, когда под этим роликом наберется 250 тысяч лайков, мы снимем вторую часть проверки с другими продуктами. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Спасибо большое, ребят, за внимание. Всем пока.